Полный вперед! Приветствую вас! С вами я, Наталья Зайцева. Сегодня очередной выпуск программы Полный Поп-Бай. Сегодня мы будем говорить об сенсорике и экстрасенсах. Кто это такие и с чем их едят? В нашем обществе существует ряд мифов. Создаются они, как правило, целенаправленно. Есть индустрия мифа дизайна, которая используется и политиками, и бизнесменами, и экстрасенсами. Согласно основным мифам, экстрасенс либо родословный, имеет предков колдунов, вещунов, ведунов и так далее. Либо у него был какой-то несчастный случай, в него ударила молния, он попал в ДТП, там кома, смерть. И вот он воскрес, и вот он обладает экстрасенсорными способностями. Пересмотрите родословные и биографии многих экстрасенсов, которые существуют сегодня на рынке. И вы увидите, что практически у 90% их такая родословная есть. Так может ли обычный человек стать экстрасенсом? И вообще, что такое экстрасенсорные способности? Я скажу, что поскольку секретов больших нет, я много лет возглавлял Центр специальных исследований МВД Союза еще. Изучение экстрасенсорики входит в задачи всех спецслужб всего мира. И я в какой-то степени к этому был сопричастен, как руководитель Центра специальных исследований. Человек – это сложная приемопередающая система. И многие диагностические приемы и методы современной медицины на этом основаны. Мы записываем биотоки сердца, биотоки мозга, мы записываем тепловое излучение, всякие у нас есть магнитные резонансы и ультразвуки, которые отражаются с разной скоростью от больных и здоровых органов. Вот экстрасенсорика – это сверхчувствительность и возможность человека направлять свою энергетику на тот или иной объект и получать ответы. Экстрасенсорика – это что-то про сверхчувственное восприятие, про какую-то более тонкую душевную организацию. Потому что кто-то может быть толстокожим, как говорят, человек толстокожим, который не чувствует, а кто-то может принимать какие-то такие тонкие прикосновения, тонкие нюансы, тонкая душевная организация, когда человек более чувственным может замечать те вещи, которые другого внимания не обращают. Экстрасенсорика – сверхчувственное восприятие человека. Абсолютно каждый человек обладает определенным диапазоном восприятия по основным шести каналам. К ним относятся обоняние, осознание, вкус, зрение, слух, а также вестибулярный аппарат человека. По этим каналам мозг получает информацию и благодаря им выстраивает определенную картину мира человека. Если диапазон восприятия в частотном плане расширить, человек будет видеть чуть больше, чем видят обычные люди, слышать чуть больше, чем слышат обычные люди, ощущать чуть больше, чем слышит обычный человек, то этот человек начинает обладать экстрасенсорными способностями. Но музыкантов много, а Ростракович один. Перцов много, а Хворостовский один. Я уж не буду адресоваться к Шаляпину или там Петрову. Вот из тех, у кого есть способности, истинных экстрасенсов, один на тысячу, один на две тысячи. А все остальные на житейском уровне, кто-то играет в ресторане, кто-то в кабаке, кто-то бренчит на инструменте под гитару у костра и слушатели довольны его пением. Эстрасенсорика для кого-то это может быть на уровне развлековавки. То есть для кого-то это какой-то поиск духовных исканий права, поиск. Она может иметь и какую-то духовную природу, потому что она отвечает каким-то душевным потребностям. Кто-то из занятий экстрасенсорикой приходит в религии. Так можно ли расширить этот диапазон восприятия самостоятельно? Или здесь нужен какой-то божественный дар или магическое родословное? На самом деле в нашей Вселенной не существует союза «или». Здесь нет крайностей. Здесь существует «и». Здесь все существует одновременно. Если рассмотреть магическую родословную человека, были, например, предки, есть какая-то генетическая информация, такое возможно, и такому человеку будет просто проще тренироваться для того, чтобы обладать определенными способностями. Может случиться такое, что у человека был божественный импульс. К этому мы можем отнести удар молний, ну из того, что я встречала во всяком случае в жизни, или взрыв, после чего была кома, или какой-то удар по голове у человека, либо ДТП. Некое обстоятельство, которое спровоцировало изменение в каком-то канале восприятия, по сути дела, изменение в психике человека. И очень многие люди вот эти способности, которые возникли в результате травматики, относят вот именно к божественным каким-то проявлениям, что с человеком такое случилось, очень здорово. Удавляющее большинство открыло свои экстрасенсорные способности после той или иной травмы. Или психологической тяжелой, или травмофизической. Я, кстати, вот часто тоже привожу такой пример. Когда-то был черно-белый телевизор ПВН. Расшифровывали, купишь, включишь, не работает. Была одна программа. Сейчас у нас цветное телевидение. Сейчас мы имеем сотню разных программ. Вот мы сидим с вами в этом помещении. И мы настроены, как КВН, на одну единственную программу. Получила Ванга удар молдой. Получил Ирик из последней битвы, очень способный экстрасенс, тяжелую электротравму. И у него открылись какие-то новые каналы, новые программы. Когда говорят, вот мистика. Ну вот мы сидим с вами в помещении. Если мы поставим сейчас здесь телевизор, мы увидим, что помещение наполнено образами, звуками, цветными звуками. Телевизор начнет что-то улавливать. Вот экстрасенс, как этот многоканальный цветной телевизор, настроен на разные программы. И что-то там, где мы ничего не видим, кроме стола, компьютера, друг друга, начинает улавливать энергетику, наполняющую это помещение. Давайте посмотрим на это с точки зрения психиатрии. Ну, первое, что ударил молнию от ДТП, это что-то про объяснялку, почему в один прекрасный момент я стал чудесным. Не факт, что было молния, что было ДТП, а не есть выдумка человека. То есть, с другой стороны, если удар молнии, то есть от ДТП, это про то, что есть повреждение структуры головного мозга. Потому что черепно-мозговая травма, она, скажем так, имеет последствия. Можно думать про то, что получив черепно-мозговую травму, то есть вряд ли люди после этого умнеют. То есть это расстройство психики. И тогда что-то про то, что если после этого человек начинает заниматься трикосенсорикой, то похоже, это про психическую болезнь. Потому что какие-то такие вещи, то есть это здоровье наше не укрепляет. И нервные клетки, они очень чувствительны к таким вот воздействиям. Боя травматика, которая приключилась в жизни человека, особенно с его головным мозгом, она означает, что у человека разрушены определенные межнейронные связи, которые вряд ли удастся восстановить. То есть отсутствуют какие-то зоны в работе его мозга, и они могут приводить к неконтролируемым действиям. Например, в результате удара молнии у человека могут проявиться какие-то склонности к педофилии, или ему вдруг захочется принести кого-то в жертву. Но вы никогда не знаете, что будет с этим человеком. У человека поврежден мозг. Физически поврежден мозг. Изменились обменные процессы. Поэтому его экстрасенсорные способности рассчитывать, что он может научить чему-то тому, что он вдруг постиг в результате травматики, я сомневаюсь, что такое может быть. Хотя не любая травматика, конечно, приводит человека к тому, что его надо бояться. Нет, просто надо учитывать, что травматика есть травматика, и мечтать о том, чтобы тебе кирпич на голову свалился, наверняка не стоит. Есть еще третья группа экстрасенсов, которая меня интересует больше всего. Это люди, которые натренировали свои способности. Они изменили свой диапазон восприятия самостоятельно. В начале 90-х годов была модна психология. В то время еще существовал поначалу Советский Союз. И все, что все наработки, которые были по экстрасенсорике, как правило, были у спецслужб Советского Союза. В лихих 90-х психология стала модной. И очень много гражданских лиц смогли познакомиться и получили доступ к информации. Они имели профильное образование в силу их увлечения и смогли развить в себе определенные способности. И уже в 90-е годы они раскрыли ящик Пандоры. И многие психотехники стали доступны для того, чтобы человек мог развиваться. Вот этих людей ценю, уважаю. Они внесли в большой вклад и в развитие нашего проекта. Что важно знать на этапе начала тренировок экстрасенсорных способностей? Надо знать, что вы делаете, зачем вы делаете, почему вы делаете именно так, что будет на выходе, какие последствия вас ожидают и как эти последствия можно скорректировать. Надо четко себе осознавать, что расширение диапазона восприятия ведет к тому, что вы можете начать чувствовать себя дискомфортно в толпе. Или в какой-то момент вы начнете ловить то, чего не существует в реальности за рулем. И так далее. Проявлений может быть много. И на каждое проявление есть возможность коррекции. И все эти упражнения должны быть. Поэтому четкое осознание, что, зачем и как вы делаете. Что касается транса. Это очень большая тема. Практически все тренировки, все практики по саморазвитию лежат в области транса. Нету нетрансовых техник. И когда психолог с 20-летним стажем заявляет, что мы не занимаемся трансовыми техниками, мы просто медитируем. Ребята, ну поймите одну вещь. Даже когда вы учитесь ездить на велосипеде, как только вы переместили свое внимание извне вовнутрь, чтобы удержать свое равновесие, вы уже в трансовом состоянии. Трансовых состояний миллион частот работ мозга, комбинирований зон включения мозга, миллион. И поэтому эти состояния все разные. Поэтому очень важно заниматься с определенным человеком, который вам развивает способности, потому что у него уже мозг работает на определенной частоте, и вам легче будет входить в одно, в конкретное состояние. Но это все равно область транса. И поэтому медитация – это уже глубокий транс. Человек сконцентрирован на себе и погружается в себя. Потому что больше ему погружаться некуда. И вот здесь есть одни грабли. Транс на самом деле полезен далеко не всем. Есть категории расстройств, психических расстройств, когда транс может усугубить состояние человека. Что при этом происходит? В его теле начинают вырабатываться антитела к его собственному мозгу. И в таком случае человеку может потребоваться помощь психиатра и помещение в определенное лечебное заведение. Это очень важный момент. Дело в том, что если к вам пришел не клиент, а пациент, и вы вовремя не определили этого, то вы можете нанести вред человеку, когда ему потребуется медицинское учреждение и нормальное лечение. Поэтому если вы профессионал, если вы беретесь работать, а в этой сфере не может не быть профессионалов, тех, кто решился работать, должны осознавать такой момент. Еще на пути беседы, на этапе беседы с клиентом, вы должны определить, клиент это, либо пациент. Ну, а если подходить с позиции душевного здоровья, душевное здоровье, то стабильность определенная, экстрасенсорика, вот эта стабильность, она может лишать. Но при этом достаточно много на самом деле экстрасенсов, имеющих достаточно стабильную психику. Это не значит, что каждый, кто будет заниматься экстрасенсорикой, он получит психическое расстройство. Но знать про подводные камни, занятия экстрасенсорикой, на самом деле, наверное, надо и важно. Очень много людей, имея психические расстройства, начинают увлекаться экстрасенсорикой. На самом деле, занятия экстрасенсорикой для таких людей не являются целительными. В экстрасенсорике, там очень много есть упражнений, основанных на работе в трансовых состояниях. И вот эти упражнения, если человек делает их, скажем так, неправильно, они могут ломать его психику, они могут приносить ему вред. И, скажем так, вот занятия экстрасенсорикой для человека с нестойкой психической организацией, они могут быть, ну, скажем так, вот, недостаточно полезны. Чем отличается клиент от пациента? Если к вам пришел пациент, и вы спрашиваете у него, зачем он к вам пришел, цель и так далее, вы начинаете уточнять, вы слушаете, зачем ему это надо. Человек, который имеет психическое расстройство, который не адаптирован в социуме нормально, он не может выкристаллизовать главную мысль из двух, трех, четырех слов, основную мысль, зачем, что он будет делать. И вопросов, наводящих на выкристаллизовывание какой-то мысли, вы можете задать много, вообще из разных областей. Это не обязательно будет мысль касательно занятий с вами. Но вы видите, если человек не может сконцентрироваться и выделить в разговоре основную мысль, то допускать такого человека к трансовым техникам нежелательно. Это первый признак того, что человеку имеет смысл поработать, как минимум, с психотерапевтом. Скажем, ведь психическое расстройство что такое? Это, может быть, и какие-то вещи, где человек может быть более раним, более чувствительным, или тогда, скажем, его психическое расстройство может ему помогать, он может лучше чувствовать другого человека. Это может быть психическое расстройство, скажем, психотического круга, и тогда он может продуцировать бредовые идеи и погружать, есть понятие индуцированных бред. Когда человек настолько ярко верит в какие-то вещи, и что это становится заразным в другое, другой может начинать разделять его бред. Тогда это не есть хорошо. То есть, все индивидуально, но на самом деле, то есть, конечно, если у тренера есть расстройство психики, то это нездорово. И вот это нездоровье может транслироваться другим. Просто иногда, скажем так, вот на самом деле, многие люди, имея расстройство психики, они приходят в психологию, приходят в психотерапию, начинают увлекаться какой-то эзотерикой, в надежде на то, что вот эти их знания помогут им справиться, компенсироваться, вылечиться. И если человек решил свои эти проблемы благодаря этим занятиям, то есть он, скажем так, имеет какой-то опыт, и он этим опытом может поделиться. Какие последствия наступают, если вдруг случилось так, что пациент попал к вам на занятия, и человеку потребовалось обращение в медицинское учреждение? Наше государство может предъявить вам претензию в том, что вы занимаетесь незаконной предпринимательской деятельностью. Дело в том, что оказание психологической помощи – это лицензируемый вид деятельности, и если вы беретесь работать с пациентом, значит, вы оказываете такие услуги, и вы несете за это ответственность. Никогда не бойтесь потерять пациента, бойтесь его приобрести. Значительно приятнее, комфортнее и результативнее работать с клиентами. И все же, любой ли человек может развить экстрасенсорные способности? Да, господа, абсолютно любой. Главное, чтобы у человека была цель, чтобы он понимал, зачем он это делает, зачем ему надо видеть больше, чем видят другие, либо слышать, либо осознавать больше, чем слышат другие, либо чувствовать больше, чем слышат другие. Наиболее часто у человека развивается чувствительность по каналу кинестетическому. И в таком случае нахождение в местах, где идет скопление, большое скопление людей, оно, как правило, дискомфортно. Подумайте 7 раз, надо вам это или не надо. И если вам это все-таки надо, учитесь. С вами была я, Наталья Зайцева. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч, новых выпусков. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok